добрый день дорогие друзья мы с вами сегодня на передаче больные темы больная тема что такое больная тема это то что мы встречаем каждый день мы жмем руку человек болен либо здоров мы говорим привет человек болен либо здоров мы говорим пока человек болен либо здоров что такое болезнь болезнь это то от чего можно вылечиться и от чего невозможно вылечиться больные темы это все это одиночество и радость свет и тьма любовь и разочарование одиночество и боль мы с вами на передаче больные темы. Сегодняшняя наша тема – любовь. Что такое любовь? Любовь – это офигенно, любовь – это больно, любовь – это сложно и просто, любовь – это когда тебе классно, когда ты радуешься, когда ты бежишь навстречу, когда ты разочаровываешься и плачешь, когда ты в темном углу, либо на берегу моря пьешь коктейль. Любовь – это то состояние человека, когда он либо сильно радуется, либо горько плачет. У любви не бывает спокойствия. Любовь – это буря, любовь – это такое офигительное состояние человека, когда он летает. Вы понимаете, в чем дело? Вся наша проблема в том, что мы, влюбляясь в кого-то, теряем ключи. Ключи от сердца, ключи от поступков, ключи от своего языка, ключи от всего, что можно потерять. Мы теряем и становимся очень часто неинтересны тем, в кого мы втюлились, в кого мы влюбились. Очень важно, влюбившись в человека, не потерять контроль над собой, не стать игрушкой в его или в ее руках, не стать неинтересным. Как только мы становимся кому-то неинтересны, эти люди перестают нас замечать. Эти люди проходят мимо. Когда мы обладаем какими-то внешними данными, то есть, если ты девушка, то очень красивая, ты молодая, ты очаровательная, естественно, тебя будут держать рядом с собой. Чисто для визуального эффекта, чисто для того, чтобы пользоваться твоей красотой. Но как только ты станешь стареть, ты станешь более грустной, более немодной, к тебе потеряется интерес. Если ты мужчина и при серьезных деньгах, конечно же, ты можешь покупать свое внимание, можешь быть чаще рядом с тем человеком, в кого кто-то влюбился. Но как только у тебя пропадут деньги, пропадут позиции, авторитет, естественно, этот человек от тебя отойдет. Любовь – это то состояние, которое нужно уметь контролировать. Если ты потеряешь контроль над своим поведением в любви, ты потеряешь человека, который рядом с собой. Многие люди, влюбившись, бегут в ЗАГС, делают роскошные свадьбы, берут жены и выходят замуж. Они думают, что это удержит рядом человека, в которого они, то есть мы с вами, влюблены. На самом деле это не так. Если мы влюбляемся в человека, и этот человек нам ничего не испытывает, мы должны пройти очень сложный и долгий путь. Путь к тому, чтобы вызвать у этого человека интерес к себе. Если этот человек нас не полюбил, то нужно хотя бы вызвать у него к себе интерес. Что вы должны делать, дорогие друзья? В первую очередь, вы должны быть интересными, вы должны быть актуальны, вы должны быть полезны, вы должны вызывать желание у этого человека. Если этот самый человек, кого вы втюлились по уши, будет воротить от вас нос, будет избегать встреч с вами, не будет желать вам позвонить, не захочет с вами проводить время, не захочет выпить с вами шампанского, поехать в путешествие, просто сделать шоппинг, не захочет быть с вами, вам уже ничего не поможет. Вы должны быть интересны этому человеку. Вызвав интерес, постарайтесь максимально, максимально не валяться в ногах у этого человека. Как только вы становитесь мягким и теплым и пушистым животным в его руках, вы полностью свою голову подставляете под плаху. И рано или поздно человек вашу голову от вашего тела, конечно же, разлучит, и вы потеряетесь. Любовь – это большое сердце. Ваше сердце, друзья, в любви не должно быть таким большим. Понимаете? Вы представьте, у вас вот такое громадное сердце. Это человек, в котором вы влюблены, знает, что вы втюлились. Он манипулирует вами, пользуется вами, играет вами. Он звонит вам, и вы сразу же, через мгновение рядом. Он пишет вам, и вы говорите, я твоя. Не нужно это не делать. Вот она, любовь. Вот то, что ждет вас в конце, друзья. От этой любви ничего не остается. Только лишь боль, разочарование и воспоминания. Не поступайте так. Будьте мудрее. Я вам дам несколько советов. Дорогие друзья, несколько советов в любви, в отношениях. Ну, перед тем, как я вам дам их, конечно же, запомните навсегда. Если вы женщина или мужчина, вне зависимости от вашего возраста, вашего веса, вашего положения в обществе, вашего семейного положения, если у вас есть бабки, деньги, лаве, зелень, капуста, вы будете всегда любимы. Поймите это. Если у вас много денег, вас всегда будут обожать и мужчины, и женщины. Весь мир будет у ваших ног, потому что вы будете популярны. Вы будете в моде. Вы не будете теряться в серверстве. Человек, у которого есть деньги, неважно, женщина или мужчина, он всегда в топе. Человек, у которого нет денег, он всегда в жопе. К сожалению, это большая правда. Старайтесь быть в топе, друзья. Зарабатывайте денег. Создавайте себе не иллюзии, а реальность, но имея при этом деньги. Я вас всех очень люблю и хочу, чтобы вы были счастливы. Запомните мои советы в любви. Неважно, есть у вас деньги или нет, постарайтесь, чтобы вас любили за ваши качества, а не за ваши возможности. Это первое. Второе. Постарайтесь всегда быть интересной тому человеку, который вызывает ваши желания, ваши чувства. И третье. Никогда и ни перед кем не валяйтесь в ногах. Как только вы становитесь ласковым и пушистым зверьком, вас вышвыривают с коврика. Запомните это. Всегда контролируйте ситуацию. Хотите любви? Хотите, чтобы вас обожали и носили на руках? Пусть вас ценят. Пусть не думают, что вы прибегаете на первый звонок. Пусть не думают, что вы валяетесь в ногах и ползаете, ползаете по ковролиту с надеждой быть рядом. Ни фига. Запомните, мужики и женщины наглеют от чрезмерно больших наших чувств. Дозируйте себя. Не нужно пихать вот этот пирог любви в рот человеку. Кормите его маленькими ложечками, крошками, если понадобится. Зато растяните этот пирог на всю жизнь. Не пихайте себя в рот человеку, который не может столько переварить. Понимаете, о чем я? Дорогие друзья, это была тема «Любовь». Горькая и сладкая, гадкая и вкусная. И наша передача «Бальные темы». С вами был Кемра Размавар. Спасибо вам большое. Целую, обнимаю. Люблю, обожаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова